Футляр для дрели, футляр для дрели, футляр для дрели. Шалом, с вами Ася. Итак, казалось бы, всего три слова. Футляр для дрели. Но на самом деле это довольно сложная скороговорка. Во-первых, буквы Р и Л повторяются часто, к тому же после буквы Д. Но это еще не все. Дело в том, что звук здесь не Л, Р, а мягкий звук Л и Р. И они на самом деле сложнее, их сложнее быстро, четко и подряд после буквы Д произносить. И также после буквы Т, заметьте. Футляр для дрели. В каждом слове сочетание либо ДЛ, либо ТЛ, либо ДР. Поэтому для начала я вам советую потренироваться просто тянуть звук Р с мягким знаком. Получается Р, Р, Р и потом Л, Л, Л с мягким знаком. Потом уже отдельные слова. Футляр, 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 для, для, для. Да, это простое слово, для, но для того, чтобы хорошо оно получалось в скороговорке, нужно учиться четко артикулировать. И последнее слово. Дрели, дрели, дрели. Теперь в медленном темпе всю скороговорку произносим целиком. Футляр для дрели. Теперь вы. Хорошо, и теперь пытаемся немножко увеличить темп. Футляр для дрели. Пробуем. И еще увеличиваем темп. Футляр для дрели. Заметьте, скороговорка должна получиться не просто быстро, но еще и четко. То есть не должны запутаться слова. И все должно быть на своих местах. Субтитры сделал DimaTorzok